Здравствуйте, с вами Ника Маркова. Новая льготная ипотека. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, включающее в льготную семейную ипотеку возможность брать кредиты под 6% для приобретения земельных участков и строительства частных домов. Это наша экономика, программа для тех, кто любит и умеет считать деньги. Владимир Путин поручил правительству разработать комплексную программу по снижению уровня бедности семей с детьми. Какие меры поддержки войдут в нее? Переработка мусора, как из отходов получить продукцию, соответствующую всем нормам экологичности? В Красноярском крае планируется строительство новой фабрики. Когда запустится производство и какие перспективы оно сулит Северо-Инисейскому району? Вчера Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию поручил правительству разработать комплексную программу по снижению уровня бедности семей с детьми. Прежде всего, государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша последовательная политика. Мы и дальше будем двигаться именно по этому пути. Сейчас в стране уже действует система выплат на первого и второго ребенка в возрасте от рождения до трех лет. В среднем по стране малообеспеченные семьи по этой программе получают 11 300 рублей в месяц. Также сохранятся выплаты и на детей от трех до семи лет. А в ближайшее время к ним добавятся выплаты на детей от 8 до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях. Там, где отца нет вовсе или родители разведены, один из них имеет право на получение алиментов. В среднем по стране на каждого такого ребенка будет выплачиваться 5 650 рублей в месяц. Отдельные меры поддержки предусмотрены и будущим мамам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, будет выплачиваться пособие, которое составит 6 350 рублей в месяц в среднем по стране. Еще одной мерой поддержки смогут воспользоваться молодые работающие родители. Уже в этом году больничный по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно будет оплачиваться в размере 100% от заработка, независимо от стажа мамы или папы. А еще все без исключения родители школьников получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Эта мера поддержки распространится и на тех детей, которые 1 сентября только пойдут в первый класс. Выплату планируют провести не позднее середины августа, чтобы у родителей была возможность собрать ребенка в школу. Отдельно президент остановился на теме взыскания алиментов. Ну это проблема, к сожалению, у нас в стране. Эта процедура не должна унижать человека. Все вопросы здесь нужно решать преимущественно удаленно и главное в интересах пострадавшей стороны. Мама с малышом на руках, а именно так чаще всего и происходит, не должна обивать пороги инстанций собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. Не забыли и о летнем отдыхе. Программа, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России, будет продлена. А еще родители смогут вернуть половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Частично вернуть средства за туристическую путевку смогут студенты, которые проявили себя в олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах. Для них туристический кэшбэк будет действовать и в высокий сезон. Каждый житель России производит до полутонны мусора ежегодно. Большая часть этого мусора отправляется на специальные полигоны, которые оказывают катастрофическое влияние на экологию. Единственным способом утилизации, не убивающим нашу планету, является переработка. Правда, пока в России второй шанс на счастливую жизнь обретает не более 4% отходов. Но предприятие, по переработке, уже есть. Работают они и в Красноярском крае. Любого предприятия должна быть некая идея. И, в принципе, идея переработки сама по себе, она, я считаю, не новая, но она весьма востребована. И желание стать лидером в этой отрасли и получать стабильный ресурс, я считаю, основополагающий, что привело именно создать предприятие на переработке. Перерабатывающее предприятие открылось в Девногорске в конце 2012 года при поддержке Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора. Сейчас здесь перерабатывают до 25 тонн пластика в месяц. Большая часть объемов вторсырья попадает на завод из сеток для раздельного сбора мусора, которые установлены в Красноярске и близлежащих городах. Остальная часть мусора сортируется прямо на предприятии, потом уже попадает в переработку. Метод древесно-полимерного литья позволяет под высоким давлением превращать пластиковые отходы в готовые изделия, которые используются в строительстве, мебельном производстве и в упаковке. Вся продукция проходит проверку в Центре сертификации стандартизации испытаний Кридби, где предприниматель может бесплатно получить услуги по разработке методик испытаний на новую продукцию, чтобы удостовериться в качестве своих изделий, проверить их на соответствие действующих стандартов, а также получить зеленый сертификат. Зеленые стандарты мы можем разрабатывать бесплатно. В чем суть? Это потом предприятие претендует на зеленую сертификацию, заходит в торговые сети, как и с зеленой продукцией. И нам, с вами, как к обычным потребителям, это важно, так как мы понимаем, что безопасная продукция. А еще и то, что важно, бывает продукция, когда она из вторичного сырья, переработанная продукция. И здесь особо важна как раз безопасность и наши потребительские свойства, чтобы не поломалась, не разрушилась, чтобы она нам добросовестно служила. В лаборатории Красноярского бизнес-инкубатора проводятся и физико-климатические испытания, что особенно важно для нашего региона. Резкие перепады температуры от экстремально низких до высоких, снег и влажность – все это создает дополнительные нагрузки на изделия, которые используются в строительстве, дорожно-ремонтных работах или при благоустройстве. Здесь тестируют продукцию местных производителей и не только выдают протокол испытаний, но и сотрудничают с технологами предприятий, помогая создавать им изделия, которые верой и правдой будут служить в нашем регионе. Как раз без лабораторных возможностей производителей сложно потом сказать, что это проработает 20-30 лет. При возможностях нашей лаборатории предприятие получает и протокол, и оценку качественных характеристик. Такое тесное партнерство бизнеса и государства позволяет убивать нескольких зайцев. На мусорных полигонах снижается количество отходов, а жители края получают продукцию, качество которой подтверждено протоколами испытаний и сертификатами. Кстати, впервые перерабатывать мусор начали в Японии еще в 1031 году. Тогда в стране восходящего солнца стали собирать, перепрессовывать и снова отправлять в мир бумагу. Япония сегодня занимает лидирующие позиции по переработке мусора. Утилизации там подлежит не более 5% отходов. Остальное либо идет в переработку, либо сжигается в ультрасовременных комплексах. И даже зольный остаток там идет в дело. Из него строят новые острова и размещают на них новые жилые комплексы. И к другим финансовым новостям. До 26 апреля продолжается регистрация на новый сезон конкурса «Лидеры России». Он проходит уже в четвертый раз и собирает молодых управленцев со всей страны. В этом году он будет разделен на 8 отраслевых треков «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение», «Информационные технологии», «Международный» и «Трек-студенты». Наставником одного из треков конкурса станет министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин. Мы надеемся, что найдем с помощью этого конкурса тех людей, которые будут готовы прийти и вложить свои компетенции, свои знания, свою энергию в развитие IT-технологий в Российской Федерации. Подать заявку на участие в конкурсе в треке «Информационные технологии» можно на сайте лидерыроссии.рф. Участник должен иметь управленческий опыт не менее двух лет и быть моложе 55 лет. Участие в конкурсе позволит управленцам войти в кадровый резерв профильных ведомств и корпораций, получить образовательный грант на дальнейшее обучение или найти работу. В Красноярском крае мы у себя уже создали центр управления регионом, который на три блока разделяется. Центр компетенции по цифровой трансформации, это межведомственный институтно-аналитический центр и центр взаимодействия с гражданами. Вот в межведомственный центр и центр компетенции мы готовы людей брать. У нас есть открытые вакансии. Мы надеемся, что мы с помощью этого конкурса найдем тех людей, которых сможем уже взять к себе в команду. Красноярский край является одним из старейших золотодобывающих регионов России. Первые прииски у нас начали разрабатывать еще в 1828 году, а уже к середине века енисейское золото составляло примерно половину мировой добычи. В 2020 году золотодобывающие компании Красноярского края произвели более 57 тонн драгоценного металла, а в ближайшие годы эта цифра еще вырастет. В Северо-Енисейском районе в ближайшее время начнется строительство новой золотодобывающей фабрики. Соглашение о сотрудничестве между правительством края и золотодобывающей компанией было подписано на прошедшем экономическом форуме. Что касается Красноярского края, то край наш является лидером в области золотодобычи. Тем не менее, эта прибавка еще больше укрепит надолго, а может быть навсегда, его лидирующие позиции в этой отрасли. Предварительные капитальные вложения в проект оцениваются в 450 миллионов долларов. Запуск перерабатывающей фабрики запланирован на первую половину 2025 года, а к 2028 она должна выйти на свою проектную мощность. В первую очередь это даст району новые рабочие места. Уже к 2025 году количество рабочих мест выйдет, скажем так, на полный проектный уровень. Мы ожидаем, что с учетом, собственно, сотрудников нашего предприятия и постоянно работающих подрядчиков, это будет около 2000 человек. Кроме того, подписанное соглашение направлено на развитие социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района и других территорий края. Планируется, что в поддержку сфер здравоохранения, образования, развития детского спорта, проекты благоустройства и другие социальные мероприятия компания вложит 860 миллионов рублей до 2028 года. Золото очень тяжелый металл. Например, золотой шар размером с небольшой мандарин будет весить целый килограмм. При этом золото в чистом виде очень мягкое, настолько, что раскатать его можно обычной скалкой. Поэтому в чистом виде его практически не используют. А для создания ювелирных изделий в него подмешивают различные металлы. 585-я проба, которую вы видите на украшениях, обозначает, что в тысяче граммах сплава содержится 585 граммов золота и 415 граммов различных примесей. А у меня на сегодня все. Увидимся через неделю. Тратьте с умом!